всем привет я сегодня воскресенье 5 число мы решили снять еще одно видео но хотелось бы для начала забежать наперед по поводу вчерашнего видео которое было в принципе мы понимаем ваш настрой да никто не хотел показать то что мы работаем там мега круто или мега хорошо нет мы показали реальный день пятничной работы как она есть на самом деле я не спорю что у кого-то могли быть кассы лучше у кого-то хуже кто-то мог на стандарте сделать такую же кассу то есть такси это лотерея я думаю не стоит это каждому объяснять то есть можно было сделать и за пять часов тысячу гривен и сказать ребят вы не умеете работать день на день не приходится все это прекрасно понимают плюс никто не исключает того что вам могло повезти с заказами повезти с клиентами и так далее то есть мы сняли за один день мы не собирались на этом целую неделю монтировать выбраться лучше сделать кассу 3000 и показать вам сказать вот смотрите кем и крутые мы сделали 3000 но мы это снимали неделю и вот решили выбрать самый крутой нет самом деле это не так те кто может лучше те кто пишет что да я вас там на ланасе бу еще на чем-то не вопрос приезжайте заснимитесь вместе с нами аргумент у вас будет а результат наоборот интереснее веселее вместе поработать чтобы было видно сразу результат не за две машины а за три 4 5 и пусть это даже будут машины стандарта комфорта неважно какие сам факт чтобы это был уклон те кто просит показать работу там в стандарте в комфорте не вопрос если вы предоставите автомобиль я в принципе могу сесть и показать работу на стандарте в принципе я могу и на своей машине попросить позвонить в ком чтобы не отключили бизнес и комфорта был только стандарта и мы вам покажем работу в стандарте чисто в стандарте не более но вот как-то так я просто не понимаю вот многие писали что мне вас жалко покупать автомобиль там за 12 13 тысяч делать такие кассы это позорно никто не агитирует вас к тому чтобы вы покупали такие машины никто не спорит что сейчас такси стало намного печальнее чем было что сейчас упали заказы упали тарифы мы возим то что есть мы особо не перебираем почему потому что есть время работы на уклон предлагает такой заказ если для меня он выгоден я поеду я не понимаю смысла сидеть на 20-30 минут дольше чтобы вывести заказ на 20-30 гривен дороже ну какой в этом смысл я этого не понимаю я считаю свое время я за определенное время заработал определенные деньги все мне нормально я поехал но как-то так потому что судя по вашим комментариям можно сделать такой вывод что будто мы показали что мы типа топ вы реально не умеете работать и так далее и мы вас агитируем к тому чтобы покупали дорогие машины нет потому что я прекрасно понимаю что можно делать и на стандарте и на комфорте классная касса главное уметь поэтому у кого есть желание и кто работает считает что лучше или также или может такой же результат показать на автомобиле стандарт класса велкам пожалуйста приезжайте за с ними вместе видео и посмотрим что получится согласен мы сейчас заправляемся стартуем сегодня у нас цель сделать 1000 гривен за минимальное количество времени не мотать начинаем смотреть всем спасибо вот ребят смотрите я вчера особо не работал вот мои заказы пять штук вот моя касса для тех кто очень невнимательных тут четко написано с вычетом комиссии то есть если мы опустимся ниже мы увидим что касса было больше то есть тут написано на кошельке то есть на безнали и наличные то есть почти 900 гривен и 257 все это получается 1157 грязными комиссии уже учтена 138 гривен то есть за 5 заказов я сделал кассу 1000 гривен пашин телефон при том насколько я знаю паша как бы вчера был до никиты и обжигал никита 430 поехал вчера 1293 гривен и уже с вычетом комиссии то есть выходной день и как видите результат куда намного лучше чем было в пятницу но за меньшее время до за меньшее ну что мы будем стартовать я заправился 25 литров на сто восемьдесят восемь километров можете посчитать мой распро там район 13 полетели да погнали по нулям мы поехали включаем быстрый поиск и стартуем два километра да у меня два километра тоже вот сегодня воскресенье 5 июля касса 0 0 9 часов 11 минут мне пришел заказ по комфорту даже желал прошло всего лишь минута и такой заказ пришел конечно грустно я уже подумал сегодня заказы совсем не будут приходить стратегия у меня сегодня в принципе точно такая же как прошлый раз шту 10-15 минут комфорт бизнес не приходит включаю быстрый поиск так мы будем сегодня работать весело работать сегодня воскресенье вот сейчас я буду вести заказ такой который я бы никогда не вез но час времени и съемкам делают реально ошибки смотрите 93 за 11 доставка это просто фантастика вот доставку визу чтобы вы понимали в пакете лежит шашлык космос едем ребята забыли просто сейчас я вам немножко расскажу про ошибки которые я допустил первая ошибка была что я уехал с центра и не подавался там на подачу в 44 километра не возил по бизнесу 3-4 километра за 100 вот я уехал на академ это первая ошибка была вторая ошибка с академа взял заказ на пуще водиться все тоже заказов нету вот а виталька принципе тоже не было заказов прикрещение но он там сдвинулся немножко и пошли какие-то заказы так что вот так думайте всегда когда делать какие-то движения я отъехал 7 километров и заказ сразу же пришел по бизнесу только высадил на баллоне снова бизнес 730 на 96 километров вот такая груз сегодня обратите внимание меня доставки очень любят сегодня это смешно просто он вот мой автомобиль смотри вот коробки которые за 20 гривен вы говорите доставки вы указываете размер смотрите с уклоном я только что общался не ругался ничего объясняю девочкам что кто отвечать будет за этот компьютер вот сзади у меня лежит одна коробка и вторая в багажнике мне нужно получается за одну ходку поднять монитор а потом остальное все там донести и это стоит в уклоне 20 гривен они говорят у нас четких размеров нету до 20 килограмм как бы я этому человеку говорю слушать на тележке вывезли горю две коробки ты может холодильник мне погрузи я за 20 гривен его завезу так будем с резетки возить давайте уже там я не знаю там с любых магазинов друзья я для контента это просто везу но я просто в шоке ну как бы сейчас пока ты несешь с багажника монитор у тебя разбивает стекло вытаскивают компьютер ты еще потом будешь крайней я думаю такие заказы лучше не возить ну вот пообщались уклоном подняли тариф потому что в багаж теперь у меня в салоне ну посмотрим сейчас концовку парни запомните этот адрес науки 36 то я вот запарковал машину а вход находится с другой стороны но это 20 гривен смотрите какая сумма получилась интересную пришел вот такой заказ я его буду последним добивать еду забирать ребенка поэтому в принципе сейчас посмотрим какая сумма получится вы все видели ждем виталика коллеги ну что закончил я рабочую смену ту которая для вас показывал спасибо вам счастливо получилось у меня последний заказ был на 107 гривен завез девушку не дали 200 без дачи сейчас подойдем к цифрам я вам покажу поближе время 17 15 1025 гривен 80 копеек 11 заказов ну что вот мы нашу работу день закончили сейчас я прикреплю скрины виталика во сколько часов он закончил сколько заказов какая касса пробег мой составил 132 ровно километра посмотрим что там у виталика и я думаю в там плюс-минус также раз у меня 1023 гривен и это уже чистое без учета чаевых пробег 138 2 время у нас 5 часов 11 минут нахожусь на мосту метро от пешеходного моста отъехал может километра 34 где-то общий пробег у меня 1342 составил на чистую кассу ну что пока я кофе пью приехал как раз забирать миланку давайте подведем итоги 132 километра умножаем где-то на рубль 50 километра стоит проехать на посаде вчера я проехал у меня вышло 13 и 2 сегодня плюс минус также 132 умножаем на 1 и 5 200 гривен касса 1025 гривен минус 200 равно 825 ну и там чаевых где-то район 150 может чуть больше 200 гривен вот такая смена получилась она была не супер красочная может у кого-то было лучше посмотрите я знаю что водителя моего утром было гораздо лучше чем у нас с виталиком эконом люди ездят а бусинка уже заснула едем домой ну что на заправке с дотей давай мне посмотрите вот видите цифры совпадают вот 23 43 пробег 157 и 8 вот я заправился на пробег 147 6 я читаю очень много отзывов по поводу предыдущего видео дорогие машины низкие тарифы их дорого обслуживать мое мнение что лучше ездить на лучшей машине потому что ты проводишь ней там 10 12 14 часов но квартира пусть будет лучше на 2000 дешевле обслужусь за эти деньги когда ты снял дешевле квартиру машину поэтому мне приятнее проводить время в машине когда я еду с интересными людьми я общаюсь я чувствую с ними какой-то найти на ровне идет не то что я там и просто везу да ты даты за 100 гривен до наших будешь возить как бы мне это не нравится поэтому я выбрал машину такую я знал что она не проходит в black я купил дальше посмотрим спасибо за вопросы я читаю каждый и отвечаю всем спасибо за просмотр напишите в комментариях какую смену вы хотите увидеть хотите ли вы с нами вместе 357 10 машин сделать какую-то аналитику одного дня всем спасибо пока это был как всегда я